Добрый вечер, господа, добрый вечер. Я рада вас приветствовать. Спасибо за то, что вы спешили и присоединились. Наконец, те, кто не присутствует сейчас в зале, наверное, присоединятся к нашему стриму в Инстаграм. Меня зовут Ксения Ферс, я имидж и этикетный инструктор, специалист по светскому и головому позиционированию. Сегодня мы будем говорить с вами о дескодах. На самом деле, речь пойдет не столько даже о манерах поведения, сколько о манере одеваться. И могу я попросить листать слайд. Давайте разберем фундамент дресс-кода. Вы, наверное, знаете, я встречаю в последнее время колоссальное количество ложных дресс-код формулировок в сети. Колоссальное количество. Кто-нибудь слышал такой дресс-код After5? Кто-нибудь знает? А5, они его означают, означают опять. Это ложь. Этим дресс-кодом не пользуется никто в западном мире. И да, догадаться можно, и можно сказать, что, наверное, в обиходе это как-то можно использовать. Но в сущности, это пустая формулировка, она ничего из себя не представляет. В дресс-код маркировках этот термин не зафиксирован. Я никогда не увидела это в приглашениях на взрослые мероприятия. В взрослые мероприятия, я понимаю, ежегодные светские мероприятия мирового масштаба. Такие, как премия Оскар, такие, как скачки Аскар, такие, как Вимблдон, Хенли и так далее. То есть то, что происходит там, регата, монахские регаты и так далее. То есть какие-то маленькие концептуальные мероприятия могут использовать этот словарь, но в сущности он является словарем народным, понимаете, да? А вот что касается зафиксированных в международной практике, в международном обиходе терминологий, то здесь мы имеем, на самом деле, не такое большое количество дресс-кодов. И начинается все с самого главного дресс-кода, вань-тай. Это так называемый пэд среди дресс-кодов, потому что этот дресс-код парадный. Его надевают на мероприятия государственной важности. Далее идет black-tie. Это вечерние светские события, только вечерние. Если вы видите мужчину в смокинге и в бабочке днем, он делает ошибку. Это вечерний дресс-код. Дальше, morning dress. Кто-нибудь может предположить, что такое morning dress? Имеет ли это какое-то отношение, может быть, к спиритуальным практикам по утрам? Зарядке? Или ритуалы сбития кофе на кухне? Нет, на самом деле, morning dress – это тоже дневной парадный дресс-код. И самое распространенное событие, которое можно представить себе, это, пожалуй, скачки аскор. Вот вы помните, да, эти дамы в дневных, но роскошных платьях, в шляпках и в обуви на каблуке? Это и есть morning dress, а мужчины, собственно, в костюме-визитке. Мы сейчас посмотрим эти примеры позже. Lounge suit – это то же самое, на самом деле, это английская формулировка lounge suit, но ее самый близкий синоним – это business dress или business society. То есть это то, что мы можем надеть. Вот хочется избежать этой просторичной формулировки, но на самом деле и в первом мире. Вот что называется самый универсальный дресс-код городского обихода. Мы можем прийти в офис, мы можем прийти на конференцию, мы можем прийти в этом на светское мероприятие. И также в lounge suit был указан как альтернативный дресс-код, приглашение на свадьбу Медов и Гарри. То есть парадный костюм-визитка, да, это хороший и желаемый вариант, но альтернативный вы можете просто прилично одеться в костюм или в приятное светское дневное платье. Теперь то же самое мы видим, но в изображениях. Итак, перед нами white tie – это парад. И в парадном дресс-коде white tie – white tie – это, пожалуй, единственный дресс-код, в котором будет уместна тиара. Я знаю, что существует рынок с элементом тиара. Я прекрасно понимаю, что каждая дама хочет, может быть, носить тиару. Но на самом деле это регалия, это не украшение. Это то, что зафиксировано за королевство историческим классом. И, в общем-то, сегодня это аксессуар тепловых особ. Если вы, например, вспомните какое-нибудь white tie – мероприятие, на котором, ну, скажем, присутствовали президенты первой леди Франции, вы поймете, что среди, скажем, королевской четыре Бельгии и Великобритании Бриджит Макрон была, пожалуй, единственной без тиара. Но и это правильно, потому что если бы она ее надела, это бы выглядело как попытка играть не в своей линии. Следующий дресс-код – black tie. Идем по нашему списку. Видите, да, какая разница? То есть здесь парад, это гораздо более роскошно, гораздо более консервативно. Здесь также вот эти регалии и, что называется, white tie with decorations, то есть с декорациями, да, с тем, что с вашими наградами. Black tie – он более светский, он более распространенный. И если здесь мы видим будущих королев и королевы Великобритании в все-таки консервативной вариации black tie, то, например, голливудский black tie будет отличаться радикально, и он все равно будет black tie. Он все равно будет black tie, и его никто не называет black tie-креатив. Все просто понимают, что существует голливудский контекст, в котором можно выгодриться. Поэтому можно прийти даже в платье-смокинге и сделать большой, долгий, красивый скандал. Следующий дресс-код – это моллинг дресс. И здесь как раз репортаж со скачек Аскот. Достаточно консервативный, максимально консервативный дневной дресс-код. И дальше мы видим тот самый лаунж-сют или бизнес-дресс. То есть тот, в который можно перейти на деловую встречу и, в общем-то, охватить большинство городских событий. Вот в таком виде. И давайте посмотрим следующий слайд. Еще несколько дресс-кодов. Вот, например, коктейл-сайя в английском словаре не существует. Он пришел из американского обер-кода. В общем-то, коктейльный дресс-код и вообще коктейльная культура, она пришла из американского обер-кода. Но мы сегодня все-таки ставили на лимонсцент. Он слишком часто встречается. В Англии вы едва ли увидите коктейл-сайя в маркировке на приглашении. Там будет заявлен лаунж-сют. То есть вы просто должны будете несколько модифицировать свой лук в зависимости от того, формальное это или семиформальное мероприятие. Мы чуть позже поговорим об этом. Как распознавать вот этот градус формальности, неформальности, консервативности, креативности и так далее. Но как сайл-сайя все-таки зафиксируем как термин. И здесь подразумеваются только вечерние светские события креативного типа. То есть коктейльное платье – это платье, которое может позволить себе сексабильность, какой-то флирт. Мужчина может позволить себе менее консервативный тостюм. Это может быть клетка, это может быть даже твит. И, в общем, это все-таки городские события. Но чем дальше мы уходим от города, тем менее стройными мы становимся. Если вечеринка, скажем, происходит где-то в кантри-сайде, то есть в загородном доме, то здесь уже могут войти в силу принты, какая-то более откровенная клетка и немного больше эксцентричности, в то время как в городе мы держимся чуть более строго. Смарт-кэшуал – это повседневные светские события, семиформальные. Ну, в буквальном смысле, все, что мы носим каждый день. Если это мужчина, то это не составной костюм, который состоит из двух или трех элементов одного, из одной капсулы. А это могут быть глюки и блейзер. И это может быть даже джемпер и сорочка с двойными манжетами. То есть он более расслабленный, он не деловой. То, что почему-то называют сегодня. Бизнес-кэшуал, кажется, да? Есть такая футбровка бизнес-кэшуал. Почему-то существует какая-то странная градация. Бизнес-кэшуал, бизнес-традишнл и бизнес-бест. Господа, рекомендую забыть это раз и навсегда. Бест в бизнесе – это ежедневный маст. Никакого бизнес-бест не существует. А предписание как бы фигурирует такое, что на лучшие мероприятия, на сделки с инвесторами, на конференции вы должны явиться в своем самым-самым лучшем костюме. Вы знаете, какие ошибки я встречала людей, которые прочитали вот так компрометчиво эту рекомендацию в интернете. Они приходили на конференцию в смокинге. На конференцию человек надевал свой лучший пиджак. А как, простите, еще может человек трактовать эту рекомендацию? Лучший костюм. Ну, конечно, лучший костюм в моей гардеробе – смокинг. Он самый дорогой, мне стоил дороже всего. Он выглядит лучше всего, потому что я его режу, всего надеваю. Он лучший? Да, лучший. Но насколько абстрактно это формулировка? То есть это, в общем-то, и создает вот этот шлейф ложных интерпретаций, который мешает нашей стране пока занять ведущую позицию с точки зрения сортериальной грамотности. Потому что очень-очень много таких ошибок происходит. Поэтому то, что называют «бизнес кэжуал» и то, как я вижу, представляет это либо в диаграммах, либо в луках, на самом деле является не более чем «смарт кэжуал». И мы сейчас посмотрим, как это сделало, как это сделали William McKayden. «Countryside» – это то, что мы называем «заградом», и «Resort Cruise» – это то, что мы надеваем на побережье. Вот и все. И, кроме того, «Countryside» и «Resort Cruise» – здесь я имею в виду только дневные обычные повседневные мероприятия вот в этих географических плоскостях. Потому что если мы говорим о вечернем выходе где-нибудь на Карибских островах, то мы, скорее всего, будем иметь в виду, опять же, «Коктейл» или «Блэк Тай». То есть вечер уже рекомментирует немного другие тона в гардеробе. Можно посмотреть следующий слайд. И мы здесь видим как раз… Вспомните, какой у нас здесь был трасс-код на первом слайде? «Коктейльный». «Коктейльный» – точно. Что мы здесь видим? Достаточно яркий, практически электрически синий костюм William, что говорит о том, что это не повседневная ситуация, а как раз вечерняя, чуть более яркий дом. И я, Эдрин, одетая в блестящее зеленое платье коктейльной длины – это в инамиде. Дальше, что вспомним, что у нас было здесь? Это, кажется… Помните, я говорила о том, что есть «business schedule» так называемый, да? Это не что иное, как «smart casual». То есть это брюки, это может быть джемпер и это блейзер. Да, блейзер, потому что приличный мужчина, если вот так говорить, скажем так, с большими социальными амбициями и требованиями. В принципе, старается мне показываться без пиджака. И о значении и значимости костюмов мы поговорим чуть позже. Благо, self-made – это огромное количество костюмов и костюмных моделей, чего я, безусловно, очень рада, потому что это, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, это создает вам готовый лук, и это очень здорово. И следующий лук – это «countryside». Это как раз регулярные скачки, да, то есть где-то за грымом скачки, и они одеты в твит или вельвет, и они все равно при галстке. А это «резорт». Здесь, ну, понятно, что достаточно такая фотография расслабленная. Понятно, что Уильям и Кейтен могут и на Мальдивах быть запечатлены в совершенно другом костюме. Но здесь мы просто говорим о том, что дозволительно в этом контексте. Вот «резорт» позволяет надевать лен, позволяет надевать какие-то летящие ткани, делать силуэт менее структурированным, менее пригнанным. В то время как в городе, посмотрите, в городе мы всегда находимся в состоянии футляра, такого пригнанного силуэта. А здесь более расслабленная фактура. Поэтому, когда мы видим лен в офисе, в сите, это вызывает вопросы. Да, конечно. Пожалуйста, с вами до зеленого платья совершите какие-то коктейльные тренд-код, при этом платье декалировано наборками. Это просто такая особенность модели, в принципе, это допустимо. Очень допустимо. Да, более чем, потому что коктейль, он как раз всегда в креативном контексте интерпретируется. Коктейль – это всегда какой-то флёр, какая-то игра. Вот эти рюши мы, на самом деле, может быть, даже увидим здесь в примерах чуть позже, потому что рюши – это светский контекст. Вот если мы, например, говорим о повседневном лаунж-сюте и предполагаем, что мы будем на деловой сделке в нём, то рюши здесь будут неуместны. Нам надо выглядеть как можно строгнее. Например, юбка гофе тоже будет уже неуместна. То есть вот всё, что делает, всё, что уводит нас в такое настроение игры, это уже креативный вектор, да, и это уже светский формат. И вот сейчас мы как раз будем играть в этот конструктор, дресс-код интуиции, потому что, ну, хорошо, когда мы получаем приглашение и видим дресс-код white tie, black tie, black tie, black tie, мы более-менее понимаем, что мы на деле, потому что есть предписания. Но всё, что между ними, все вот эти вот повседневные casual дресс-коды, называют огромную путаницу. И на самом деле дресс-коды, в общем-то, это понятие на самом деле новое, потому что прежде не было вот этой необходимости регламентировать внешний вид такими предписаниями общества, аристократическое общество существовало в, ну, как сказать, из устно-передаваемой традиции одеваться. И чтобы сегодня уместно одеваться, достаточно в сущности держать в подпись всего несколько параметров. Это местность, где, это время суток, когда, это сезон, это, опять же, когда, и степень формальности, то есть с каким эффектом. И аристократы на самом деле не сверяются с дресс-кодом. С дресс-кодом, кировкой, они не сверяются, потому что для компетентного человека решить, как адекватно одеться, выходя в свет, в сущности, так же просто, как взглянув в окно, решить понадобиться для сегодня зону. Это следующий слайд. Мы переходим к так называемому тренингу, тренингу трёх уровней формальности. И здесь мы давайте разложим вот эту матрицу. Что такое с формальностями, формально-неформально? Это на самом деле то, что является основой социальной компетентности, основой социальной адекватности. Три кита. Мы во всякой, абсолютно любой ситуации, делаем мы сервировку стола, общаемся ли мы с человеком, одеваемся ли мы. И вообще манере самопрезентации должны всегда ранжировать, в какой ситуации мы находимся. Мы рассчитываем формально, это значит очень строго. И формально – это третий круг знакомства. Это люди, которых мы едва не знаем. Это окружённость репортерами. Это всегда формальный и строгоформальный формат. Семиформальный – это мы с вами битимся второй или третий раз. Мы уже немного с вами сблизились в каких-то жизненных перипетиях. Но пока в Лас-Вегасе мы с вами не бывали. И пока у нас нет вот такой с вами фамильярности, которая есть, например, в неформальном формате. Поэтому вот рассчитать этот градус формальности и вести себя соответственно режиму – это очень важно. Потому что я очень часто встречаю, в частности, ну бывает, наверное, это такая, знаете, ошибка, скажем, куража, может быть, когда человек отпускает какую-нибудь социальную шуточку во время официального выступления. Да, он не должен это делать, потому что он в данный момент находится в требованиях формального формата. Он себе не может этого позволить. Не может позволить себе быть понятым ложно. Поэтому почему пишутся речи, почему они составляются заранее и репетируются заранее? Потому что мы не можем отклоняться от этого курса. Если мы отклонимся, появятся массовые синтерпретации, с которыми наш потом пиар-менеджер будет рвать волосы на голове. Поэтому, ну то же самое касается ведь и одежды. Мы не можем себе в формальном формате позволить, не знаю, сексуальность, откровенность. Мы должны брать во внимание, что формальный – это в сущности максимально консервативный. Но, давайте листать дальше, мы также должны понимать, что мы можем быть в формальном кругу, но при этом это будет круг креативный. И если мы будем выглядеть в нем строго консервативным, мы тоже будем поняты ложно. Вернее, мы будем выглядеть так, словно мы хотим либо как-то выделяться слишком на фоне остальных, либо противопоставлять себя коллективу, либо просто не знаем кодов этого общества. Что я предлагаю вам взять во внимание? Я составила матрицу, которая позволяет как раз рассчитать каждую ситуацию с точки зрения вот этих вводных. Давайте возьмем фокус. То есть формальный, семиформальный, неформальный – все понятно, да? Я – это основа. Сначала мы спрашиваем себя, люди какого круга будут меня сегодня окружать? Мы с ними близки, мы можем… Я могу сказать ему «Привет, Дарлин». Если я могу сказать «Привет, Дарлин», то значит уже семиформальная ситуация. Если я могу сказать «Привет, Дарлин», по-человая пацавая, щечку и похлопать по спине, значит уже неформальная. А если я вхожу и разве что движением головы здороваюсь, это строго формальная ситуация. Вот приблизительно вот такие нюансы надо отслеживать в себе, потому что ваше тело прекрасно знает, какая где ситуация. Вы это отлично знаете. И там, где нас заносит на поворотах, да, это, ну, скорее, вот эта попытка наладить более быстрое сближение. Какая-то шутка, которая может оказаться фатальной. Нельзя это себе позволять, нельзя форсировать. Форсирует всегда только тот, кто обладает более высоким рангом. Но это целая ранговая система, это как бы не разговор двух минут. Но если говорить, например, короче говоря, вы тоже это знаете. Вы прекрасно знаете, кто старше кого. Мы это, в общем-то, знаем, хотя в помещение. Ранжируется это либо по возрасту, либо по титулу, либо по полу, либо просто по социальной значимости того или иного лица. Поэтому здесь можно об этом подумать. Надо просто об этом хорошенько подумать. Поразмыслите на этот счет, и я думаю, что вы сможете как-то стабилизировать вот эти отношения. Итак, время, сезон, локация, публика и повод. Это вот как раз те самые критерии, которые мы должны взять во внимание, чтобы рассчитать адекватность того или иного лука. Листаем дальше. Сейчас будем разбираться как раз на примерах. А, да, немножко про локацию. Да, да. Что из себя представляет локация? Локация – это что у нас бывает с точки зрения локации? Это либо город, либо это сельская местность, либо это побережье. Город – это всегда солидные ткани, это насыщенные оттенки и чаще всего консервативные оттенки. Потому что этого требует от нас сити. Ненапрасно все-таки бизнес-аттайр имеет также синоним dark suit, то есть темный костюм. И вот это расстройство насчет того, что весь Уолл-стрит ходит, как одеты из интерната, в серый костюм. Я не вижу на самом деле причины расстраиваться от этого. Мужчины центрального Лондона и Нью-Йорка выглядят великолепно. И я думаю, что если эта сортериальная традиция будет... Она не преобладает сейчас, она все-таки принадлежит представительскому классу. Но если она возымеет, так сказать, верх над мейдстримом, я буду очень счастлива. Потому что это делает фигуру непревзойденной. Человек совершенно по-другому держится, когда он в костюме. И даже если его сопровождают в жизни какие-то поражения, в костюме он сносит их с гордой выполненностью спиной. Поэтому костюм, безусловно, добавляет какой-то магии, какой-то магической рациональности в нашу жизнь, можно, наверное, так сказать. Дальше еще одна модификация локации. Это сельская местность. Здесь пошли вот цернистые ткани, такие рыхлые ткани, твит, джерси. И это землянистые оттенки. То есть все оттенки хаки, темно-коричневый цвет, даже песочный, даже camel, это все-таки тикотение к загородному расходу. Побережье – это легкие ткани, это светлые оттенки. Это лен, это шифон, это все, что летит, все, что развивается. Поэтому здесь надо, в общем-то, отдавать себе отчет в том, что, ну давайте вот, ладно, я думаю, что к практику мы подойдем буквально через минуту. Мне самой не терпится, но давайте перелеснем и немного теории сейчас еще посмотрим. Сезон – это весна, лето и осень, зима. Весна – лето длится как бы не в календарном немного формате, то есть не апрель-сентябрь, а немножко позже. Это апрель-сентябрь, вернее не март-сентябрь, а это апрель-сентябрь. То есть в сущности Пасха открывает сезон весны-лето, в то время как сентябрь его завершает. И с сентября по апрель, соответственно, длится зимний период. Как просто это запомнить? Апрель-сентябрь носим соломенные шляпки, и сентябрь-апрель носим феатр. То есть вот все, что в этих контурах, вот таким образом мы ранжируем свои головные уборы. Время. День длится до 17-18 часов. Простите, вечер после 18. То есть почему вообще это важно знать, вот эти модификации? Потому что день это белая обувь, и мы вечером не носим белую обувь. Но это вот согласно этикету, да? То есть если мы, например, говорим, нет, я создаю новые правила, я достаточно авторитетен, чтобы попрать конвенцию социальную, можно отворить все, что вздумается, но надо быть готовым к тому, что главные авторитеты могут вам этого не просить. Но вечер начинается после 18.00, и вот здесь уже пошла лакированная черная обувь мужчин. То есть если мы опять же мужчину видим с утра в черной лакированной обуви, он одет слишком нарядно. Вот бабочки здесь же, какие-то вот такие вот атласные ткани, кружева, это все вечер, это не дневной формат. И ночь, это после 0.00, после полуночи. А что я здесь имела в виду под ночью? Мы не будем разбирать сегодня этот трескод, но здесь я имела в виду скорее всего именно nightlife, то есть стиль жизни, повторяю вас. То есть стиль жизни, ночной стиль жизни. Когда мы видим людей, возвращающихся из клуба, мы видим, откуда они идут, правда? То есть это вот совсем такой ночной образ. Давайте следующий слайд посмотрим. Повод. Светский, деловой, парадный. Да, светский – это всегда настроение charming, так называемое, очаровательное. Да, вот как раз эти обворки, рюши, что-то флиртующее, всевозможные принты. Деловой – это настроение solid, то есть это пригнанный силуэт. Очень хорошее слово в английском есть – tailored. Тейлэт – это как раз пригнанный, то есть то, что вот по фигуре у вас сидит. И парадный – это настроение ультраконсервативное настроение, никакой игры, все очень строго, очень консервативно. Это повод. А следующий критерий, который мы берем во внимание, это публика. И здесь мы обязательно должны взять во внимание, кто нас окружает, какие настроения преобладают, какие вкусы господствуют в этой аудитории. Это креативная публика, здесь уже в фокусе авторской интерпретации, вот как раз говорить о апогее креативного дресс-кода, происходит, конечно, в Голливуде. Оскар как раз дает нам эти примеры креативного, креативной интерпретации консервативного блэк-тайдресс-кода. Это консервативная публика, в фокусе строгий регламент, то есть здесь мы действуем согласно конвенции исключительно. И кросс-национальная публика – это тот случай, когда в фокусе мы держим традиции принимающей стороны. Если вспомнить Уильям и Кейт, то здесь, может быть, вы видели отчеты их из Индии, где они одеты практически в индийскую национальную одежду. Вот это как раз тот самый случай. И следующий слайд. Да, моя мантра авторская. Этикет – это социальная конвенция. Имидж – это персональная амбиция. Мастерство в умении их примирить. Потому что сегодня от нас требуют именно этого. Примирить два из начала. Давайте посмотрим следующий слайд и попробуем примерять непримиримое. Итак, вычисляем уровень формальности и контекста. Давайте смотреть как раз на примерах из новой коллекции. Что мы здесь видим? Как я хотела построить этот… Хотите интерактив или хотите больше лекций? Хотите пинг-понг? Или я продолжу мячиком лаком? Хорошо, давайте тогда попробуем поотгадывать. Ну или не поотгадывать, а прислушаться к своим ощущениям. Потому что я все-таки апологет интуиции в таких вещах. Я понимаю, что у меня есть множество теоретических программ. Но я понимаю, что развить интуицию, развить вот это чутье – это самое важное. Это всегда останется у вас. Это сделает вас свободными от предписаний. Вы сможете советоваться сами с собой. Это очень важно. Давайте попробуем ответить на вопрос. Здесь ситуация формальная. Вот это костюм для формального случая. Как вы думаете? Я думаю, что нет, потому что прежде всего это красный цвет. Ага, так. Потом открытая обувь. Очень хорошее, кстати, замечание. Замечательно. Так. Какие еще есть версии? Может быть, в зависимости от того, в какой интерпретации мы видим тот или иной костюм, мы скажем? Я думаю, более формальная интерпретация по форме. Это первая юбка. То есть все здесь в порядке. Была бы закрытая обувь уже прекрасно. Мне кажется, в обувь расходе, в прям таком очень высоком, недопустимо, что брюки у женщины. Это суперезно. Да, интересно. Нет, на самом деле, действительно имеет место, и каждый ваш аргумент безусловно имеет место. Очень хорошо, что вы отметили именно обувь, потому что вот как раз за счет этих нюансов мы будем регулировать степень формальности. Этот лук формальный, и даже несмотря на красный цвет, мы сейчас видим все больше и больше ярких цветов в формальном деловом расходе. Несмотря на то, что противопредписание dark suit. Но если мы понимаем, что мы, например, работаем в редакции модного журнала, это будет деловой лук для редакции модного журнала, вполне себе подходящий. Это консервативность. Да, да, да. То есть несколько снижена степень консервативности. Тем не менее, он формальный. В особенности, именно на первом луке мы видим правильную длину юки. Это юка, прикрывающая колени. Здесь нет никакого вызова с точки зрения модели. А, кажется, нет, вызов будет на самом деле. Вызов будет, я эту деталь подчеркнула на следующей странице. Но вот глядя хотя бы просто на фасон, мы понимаем, что да, это подходящая ситуация для делового, как и делового, так и светского консервативного дресс-кода. Здесь тоже подходящая ситуация, потому что это брюки полной длины. Это очень важно. Брюки полной длины – это как раз формальный контекст. А вот брюки-дудочки 7-8-х – это уже несколько такой фривольный. Поэтому вот в зависимости от этих деталей мы сможем с вами регулировать режим. Что касается обуви. Безусловно, открытые обуви – это только светские мероприятия. Это не городские мероприятия. Можно скажу, вот, например, в Великобритании – самой консервативной настроенной стране. И, в общем-то, сегодня задающий тон хорошего тона, то есть камертон в дискуссии о хорошем тоне, вообще не рассматривает открытую обувь в городе. То есть, может быть, на Карибах вы сможете, да, где-то на круизном лайнере вы будете все равно носить открытую обувь. Но все, что касается традиционных формальных мероприятий, предпочтение отдается именно закрытой обуви. И о ужас часто я вижу дам, именно почему-то из королевской, из королевской семьи, желающих, наверное, настолько яро все-таки носить босоножки, что они носят их с чулкой. Да, вот такой вот странный парадокс. То есть, как бы, вроде бы, как ноги закрыты, а вроде бы и открыты. И, кстати, во втором луке, да, здесь с одной стороны обувь формальная, но вот сумка неформальная, да, то есть сумка коктейльная, в сущности. Я бы так сказала, что то, в каком виде нам, кстати, очень талантливо на сайте Selfmade, отличный сайт, который дает возможность брать тотал лук. Я не помню, кто и когда сказал, что тотал лук носить мы витом, то, что мы видим на подиуме, мы никогда не должны надевать, это полная ерунда. Стилисты стилистам платят, стилисты стараются, это их работа. Они создают тотал луки для того, чтобы человек, собственно, не задумывался о том, как ему интерпретировать тот или иной наряд. Я очень рекомендую именно прислушиваться к тому, как талантливо это интерпретируют стилисты Selfmade, потому что все выглядит очень гармонично. И можно прям брать тотал лук, даже не задумываться о том, с чем еще это сочетать. А поскольку это все-таки Good Basics, то сочетать это можно между собой, как в конструкторе, запросто. Отлично все сочетается, то есть кросс-манером. Давайте посмотрим следующую страницу. Что касается... Скажите, а можно немножко яркость убрать? Потому что засвечены детали. А я бы хотела обратить внимание на кое-что. Может быть у меня получится вот так вот это показать. Достаточно ли видно? Да, хорошо, парный цвет. Смотрите, вот здесь вынесены убавицы, рукава вперед. Это не шутка, это вызов конвенции. То есть это сартериальный, ну как сказать, сартериальный штрих. Мы пересматриваем концепцию и разворачиваем рукав другой стороной. Что это дает? Это дает очень деликатный штрих, который говорит, что мы формальные, довольно строгие. Мы отлично, мы серьезно относимся к своему делу, но мы не прочее повеселиться. То есть это как раз вписывает вот этот костюм в креативную концепцию. И здесь мы должны как бы вот очень с вниманием, что ли, относиться к таким вещам, потому что консервативным его уже нельзя назвать, этот пиджак, этот жакет. Итак, давайте все-таки зафиксируем, что в большей или меньшей степени этот костюм формальный, что блюки полной длины – это консервативный вектор, блюки 7-8 – это вектор все-таки креативный. Десертариальный эксперимент с пуговицами – это креативный вектор. А что касается того, в какие ситуации мы можем это вписать, то да, безусловно, это преимущественно весна-лето, потому что яркий цвет. Это день или вечер, совершенно не важно. Мы можем как прийти в этот костюм в офис, так и пойти в городской ресторан вечером днем. Это как светский, так и деловой формат, разве что, если это, ну да, собственно, абсолютно точно, как светский, так и деловой, и это все-таки преобладание креативной концепции. Давайте посмотрим следующий слайд. Здесь мы видим еще один костюм, и здесь я вписываю тоже как бы формальный контекст, потому что это все-таки костюм, но вот за счет того, что он выглядит несколько креативно, как еще это назвать, это креативный крой, то есть пиджак выглядит не классическим, это опять же люки 7-8, плюс добавляя топ в полоску, мы делаем этот лук строго креативным. И давайте посмотрим, как мы его расшифровываем. Здесь я фиксирую его как формальный, но формальный в креативной среде. В креативной среде с возможностью вывести его, может быть, в консервативную плоскость, но хотя бы за счет того, что мы сменим топ. То есть если мы сменим топ, мы будем смотреться чуть более строго. Но здесь мы не сможем претендовать на то, чтобы пойти в этом костюме, скажем, в офис. Но вот, например, на светское мероприятие с консервативной публикой, с преобладанием консервативной публики, мы уже можем в этом костюме пойти, если мы заменим блузу. И так, это только город, потому что это черный цвет, и это пригнанный силуэт. Это лето или это зима, это день или это вечер. И это либо светский, либо деловой, но вот здесь вот именно за счет деталей мы должны спимулировать свою позицию. Так, следующий костюм. Ну вот если сравнить тот и этот, этот выглядит гораздо более деловым, в то время как предыдущий выглядит более прогрессивным, более креативным. Здесь бортный жакет, здесь опять брюки 7 восьмых, но вот за счет того, что они такого расслабленного кроя, они в принципе нормально впишутся в консервативный лук. То есть с деликатными туфлями-лодочками это будет смотреться достаточно спокойно. Плюс еще и консервативный такой винный цвет. Давайте смотреть, как мы это раскладываем. Да, формальный формат, темные насыщенные оттенки задают этот консервативный вектор. И скажем так, я говорю о том, что в консервативной среде это допускается, но если мы выйдем в этом костюме в креативную среду, то мы тоже будем выглядеть уместно. Так, далее. А, вот здесь не совсем видна фактура. Вы видели этот костюм в зале? Отличный электрик блю в клетку. Давайте попробуем его разложить в нашу матрицу. Как вы думаете? Я хотела показать вам раньше, чтобы вы ощутили. Здесь есть клетка. Это видно, да? Какая-то деликатная, но она есть. Как вы думаете? Ну, что мы разбираем сейчас формальные костюмы, это понятно. Но как вы думаете, это креативный или консервативный вектор? Ну, клетка все-таки креативная, правда. То есть, совершенно свободная от узора ткань, это консервативный вектор, но если мы говорим о деловом формате, то это только-только креативная среда. Давайте посмотрим следующий файл с расшифровкой слоев. Здесь уже такой семиформальный контекст. Костюм в клетку – это креативный вектор, как в деловом, так и в светском контексте. То есть, мы едва ли можем представить себе принца Чарльза, апологета консервативного стиля, в костюме в клетку, говорящем о важности носить маски во время пандемии. То есть, если вы хотите где-то, может быть, свериться с чьим-то мнением, надо выбрать роль модели и как бы через нее посмотреть на ситуацию, и вы получите ответ на свой вопрос. Мог бы это сделать принц Чарльз? Мог бы он в таком костюме говорить о мировой важности вещах? Скорее всего, нет. Но вот на какой-то вечеринке его можно увидеть в этом костюме. Соответственно, какой вывод мы делаем? Что если это деловой формат, то только креативный. Если это светский формат, то тоже креативный. Если это сезон, то это скорее весна-рето, потому что достаточно яркая ткань. День или вечер, неважно, универсальная модель, город или берег. Я, в принципе, подписываю охотно эту модель побережья, потому что у нее достаточно легкая ткань. Ну, может быть, как-то уже с спадающим сезоном, да, можно ее хорошо носить. И, безусловно, здесь преобладают креативные веки. Давайте смотреть дальше. А, да. Да, сначала, да, это платье. Ваши видения? Формальные, неформальные? Как вам кажется? Семиформальные, может быть? Семиформальные, да? Да, на самом деле, формальная модель. Почему так? С одной стороны, это силуэт леди-лайк. Да, то есть здесь нет какой-то, нет вызова, нет откровенности, вызывающего ничего нет. Закрытые руки, закрытые ключицы, закрытые локти, закрытые колени. И, в общем-то, такой силуэт не облегающий. То есть это леди-лайк. Но при этом, принт, достаточно яркий принт, делает эту модель пригодной именно для семиформального контекста. Куда можно было бы в нем пойти? Например, давайте следующий слайд. Например, мы могли бы надеть его как в городе, так и на побережье. И на самом деле мы могли бы и загородным его надеть в сельской местности, на чайпите, в саду, в среди роз. Почему нет? Легкая ткань, и она соответствует летнему настроению, загородному, среди красивых газонов. Поэтому с весны до осени его можно спокойно носить. Вот зимой оно уже будет казаться слишком легким. День или вечер. Как вариант, светский формат однозначно. То есть мы не можем пойти в этот офис. Это будет неправильно. Это все-таки такая модель светская. И я бы сказала, что в консервативной среде она допустимая. Но если мы придем в креативную публику в нем, то мы также не прогадаем. То есть здесь, в общем, достаточно универсальная модель. Но фиксируем ее как семиформальную. И самое главное, что следует запомнить, что только светским мероприятиям она будет соответствовать как адекватная. Ну и также, на чем я фиксирую ваше внимание, что леди-лайк фасон это закрытые ключицы, локти и колени. И это всегда консервативный вектор леди-лайка. Давайте сместимся дальше. Да. Какой вот здесь у вас вердикт? Что вы думаете об этом костюме? Для наглядности. Модель. Красный костюм надо брать. Безусловно, я согласна. А если думать о том, куда в нем будет уместно явиться, как вы думаете? Может быть, загород или плейд? Совершенно верно. Именно вот эта рыхлая ткань дает ощущение того, что это семиформальная концепция. Давайте посмотрим следующий слайд. Даже не смотря на длину. Семиформальная, но только креативная. То есть в консервативную среду мы не можем в нем пуститься. А семиформальная, потому что, ну да, мы можем, понимаете, как сказать, вот эти вот два критерия, на самом деле, это очень правильный вопрос. У вас спорят сейчас, да, вот это понятие формальный и неформальный, и креативно-консервативно. Вот каким-то образом формальное может быть креативным, а неформальное – консервативным. И это можно ощутить только кожей, пожалуй. Потому что, ну вот представьте, давайте попробуем подружить два этих понятия. Формальный – это я в кругу лиц, которые достаточно от меня далеки, но при этом это креативная среда. Я могу здесь позволить себе вольности, да, но при этом я не могу, например, прийти в прославленной домашней одежде. Я должен иметь пригнанный силуэт, но я могу себе показать, но я могу показать, насколько хороши мои ноги, да, или спина. Или я могу надеть какую-нибудь отвязную брошь, да, или сделать креативную прическу. В то время как неформальное – casual – может быть консервативным. Прекрасный пример, я читала анекдот одного туриста английского. Они разбирают ситуацию, когда ребят из города, ну таких попроще, экстократы зовут в загородное поместье и говорят, приезжайте вдвоем с Сюзан, нас будет немного, нас будет всего четверо, приезжайте на ужин. Волшинский – casual. Они спрашивают, как одеться, а те говорят – лошинский – casual. И те приезжают одетыми так, словно они идут выгуливать собаку, а им открывают двери в бакомных смокингах и в платьях в пол. Это casual в консервативной среде, понимаете? Ну вот, как бы, рассчитывайте, поэтому я говорю, что аристократов нет дресс-кодов, они просто чувствуют контекст и одеваются соответственно. Они не относят никогда ни кроссовки, для них просто casual, слово «кроссовки», например, не существует. Не существует, больше вам скажу. Вот, например, в консервативном английском, британском этикете нет понятия casual вообще. Самый низкий базовый дресс-код – это smart casual. То есть, если вы идете в неформальную ситуацию, то вы одеваетесь менее строго, скажем, туфли на плоском ходу, да, и, может быть, джекер. А если в формальную среду мы идем, то smart casual будет интерпретироваться, может быть, как blazer, да, мы будем говорить чуть более строго и встанем на небольшие каблуки. Вот, собственно, и вся разница. А в Америке Emily Post, тоже авторитетная компания, преподающая этикет с 19 века, они предлагают нам формат casual, и они говорят, что там нормально пойти в джинсах, в майке, в худи и в кроссовках. Но кроссовки, господа, это обувь для бега. Все. Больше она не соответствует ни одному концепту. Я понимаю, что сейчас мода заявляет вот эти требования на смещение дресс-кодов более комфортной. И скандалы бесконечные идут, и они идут не только в Америке. Вы прекрасно, наверное, знаете скандал, который разразился вокруг красной коровой дорожки в Канн. Когда дамочек не пустили в какой-то обуви. Не уточняется в какой, но скандал был серьезный. Потому что они были вроде бы как в обуви на плоском ходу. На самом деле не уточняется в какой обуви они были. И я думаю, что скандал этот разразился вовсе не из-за того, что они были в обуви без каблука. Они просто были в немодельной обуви. Но если вы придете в кроксах или в каких-нибудь никчемных балерках, и это будет видно, что вы не постарались для мероприятия, или в сланцах придете, то это, конечно, будет провал. Но Тильда Суинтон ходит в лодочках без каблуков, и она задает этот тренд. Поэтому я больше чем уверена, что там речь шла, собственно, не о каблуках как таковых, и не о гурсите, на которые все там жалуются. И якобы мы вынуждены, как генгер, носить каблуки. Нас заставляют чувствовать себя скованно, неуютно. Наши ножки страдают. Ведь вокруг этого это же целое движение. В Японии есть активистка, которая создала это движение, и было требование отменить каблуки в деловом дресс-коде. На что, в общем-то, они получили отказ. Нет, в деловом дресс-коде по-прежнему в Японии сохраняется каблучная культура. Поэтому, да, разговоры вокруг этого масса. Почему, собственно, почему мы начали в эти каблуках? Потому что кроссовки, потому что если ты приезжаешь к аристократам, то это... Точно, точно. Абсолютно, абсолютно. Да-да-да. Кроссовки. Ну, модельная обувь сегодня, кроссовки, вписываются, вот именно модельные кроссовки, да, то, что делает Валентиадо, то, что делается не для спортзала. Но она вписывается только в casual концерт. Только в casual, не представительский, какой-то вот такой городской повседневный casual. То есть это темные джинсы, и да, тоже уже вписываются повседневный смарт-кэжуал дресс-код, и на большинстве круизных лайнеров вы сможете в них отужинать, и в большинстве файдальных ресторанов. Понятно, что уже едва есть места, в которых вас не впустят в джинсах, да? Но, например, в консервативные клубы в Лондоне, никто не станет разбираться в принциалы на вас или найки. Это кроссовки. Excuse me. И еще не забудьте надеть галстук, или вам на ресепшене выдают общий. Потому что вы не имеете права сидеть в прекрасных интерьерах поместья, а особняка, вот в таком виде, в котором вы прогуливаете собаку. Собственно, вот. Поэтому, семиформальный формат, длина мини, семиформальная, для креативного контекста, только, только. Снимая жакет, мы понижаем уровень формальности. То есть, если, например, скажем, ну, давайте абстрагируемся от этой фотографии и представим себе первый снимок, первый слайд. Так, помните, там была у нас вот такая, вот такая у нас была там ситуация, да, или с юбкой мы смотрели на этот костюм. Так вот, если мы идем в офис, так, а вечером нам надо выглядеть несколько иначе, и мы хотим сбавить вот этот тон формальности, мы просто снимаем жакет, мы остаемся в блузке или остаемся в топе, мы меняем сумочку с докторской на какой-то клатч, мы встаем на более фривольные каблуки, да, менее устойчивые на что-то, на какую-то более такую флиртующую модельную обувь. Мы надеваем какие-то более яркие аксессуары и максимум, там, делаем более яркий макияж и укладку. То есть, в сущности, вот, уже нет этой культуры по четыре раза в день переодеваться. К сожалению, у нас нет на это времени, поэтому мы просто корректируем вот за счет таких штрихов свой лук и смещаемся из дня в вечер, из делового формата в светский, из консервативного в креативный. Собственно, путь недалек. Да, город или берег здесь адекватен, весна или лето, день или вечер, светский формат, креативная среда. Разобрали. Юбка бестселлер и самая-самая совершенно удивительная, прекрасная модель, гофрированная. Мне очень нравится. Я считаю, это очень талантливой интерпретацией вот этого лука и то, как это подано с этим пальто Честерфилд. Давайте посмотрим, куда это можно будет встроить. Опять же, семиформальный формат. Это город, безусловно, это осень, это день и это светский формат. Опять же, понимаем, давайте я у вас спрошу, как вы думаете, почему это только светский формат? Потому что нет этого ощущения строгости. А еще почему? Можно ли сказать, что цвет здесь играет роль? Да? Мне кажется, что можно сказать, что цвет играет роль, потому что все-таки это... Ну вот, если, например, считать, что самая строгая интерпретация этой юбки, как на мне сейчас, с этим костюмом, с этим жакетом, самая строгая, консервативная, она все равно не выглядит деловой, она все равно выглядит светской. Хотя она и консервативная, и формальная, но она светская. Поэтому да. Две сглы тут тоже как бы называли? Да, да, безусловно, это леди-лайк. Нет, в данном случае не совсем. С одной стороны, ощущение общее леди-лайк, но модель пальто мужская. Это ведь мужское пальто Честерфилд. И мне очень нравится, как оно смотрится здесь, но оно абсолютно мужское. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что это леди-лайк. Это могло бы быть пальто Мебен Маркл, например, да, которое пытается немного сместить вот этот центр леди-лайк к андрогинности, но консервативный мир это не понимает и не принимает. В консервативном мире дамы это дамы, джентльмены это джентльмены, там не заигрывают с андрогинностью, там не спекулируют на сексуальности. То есть, поэтому, ну скажем так, для Москвы это леди-лайк, но в Великобритании нужно приталенное пальто. То есть, просто другая модель необходимо здесь, да? Но с другой стороны, учитывая, что это семиформальный формат, здесь, в принципе, нет таких высоких требований. Давайте посмотрим дальше. А это, как вы думаете, формальный, семиформальный или неформальный лук? Неформальный, да? Совершенно верно, полярный и неформальный, потому что вот эта расслабленность, вот этот стрит-стайл, вот этот трикотаж, вот эта кожа, это все совершенно, да, неформальный концерт. Давайте смотреть дальше. Куда мы могли бы днем отправиться? С весны по осень смело носим. День, безусловно, потому что для вечера хочется что-то более нарядное. концепт светский, то есть как-то вот на прогулку, на обед, может быть, какой-то шик-шоппинг, можно отправиться. Креативная следа, безусловно, это, безусловно, творог. Boy fit, oversize, это индикаторы уличной моды, то есть неформального стиля одежда, что все, что выглядит как стрит-стайл, это всегда неформальная концепция. Давайте следим все дальше. Так, и здесь мы видим такой, я называю это, понимаете, здесь уже даже вот хочется именно обозначить стиль, потому что это такой дорогой casual, да, но это все равно casual. Я очень часто вижу такую ошибку, это очень странная на самом деле ошибка, но я понимаю, почему она вызывает такие разногласия в сознании людей. Когда человек понимает, что он покупает дорогой бренд, да, у него стоит дорогой лейбл, ему кажется, что он автоматически может абсолютно в любой ситуации быть адекватно вписанным в этом лейбле. Это не так, это не так, потому что у каждого лейбла есть линия, и у каждой линии есть контекст, и в каждой коллекции есть, как бы обозначается далиная ситуация для фестиваля, для вечера, casual формат и так далее. И вот здесь важно понимать, что как бы это нарядно, да, вот опять же вот эти вот, когда идут вот эти слова, нарядно, красиво, это не значит ровным счетом ничего. Все может быть красиво. Самое главное, это найти твердые определяющие понятия. Формально, неформально, семиформально. И это все, что надо решить при выборе одежды. Красиво или некрасиво, это мы решаем потом, это уже вещи вторичные. Но вот это только casual, несмотря на то, что это выглядит благородно, шикарно, маняще, кажется, что это выглядит очень буржуазно и вообще ласкает и глаз отдыхает. Но это casual, да. Давайте листать дальше. Просто это дорогой casual, да. Здесь можно было бы надеть темно-синие джинсы и носить их две недели. А можно вот надеть брюки, которые вы не сможете надеть больше, чем один раз. Белые брюки. И, тем не менее, это не выводит, тем не менее, за счет этого не поднимается уровень формальности. Вот это самая, наверное, главная речь, которую я хотела сегодня донести. Да, с весны по осень можно это носить. Это, безусловно, только день. Это светский контекст. Это консервативная среда. И это город. Хотя, нет, это не только консервативная. Ну, скажем так, у меня несколько вызывает вопрос, вызывает именно этот джемпер, насколько он может считаться консервативным. Все-таки он выглядит креативно, да. То есть у него тоже такой бойфит, и это оверсайз. То есть он все-таки выглядит больше креативно, чем консервативно. Но за счет замены джемпера мы спокойно смещаем градус в более консервативный контекст. Давайте смотреть дальше. Кажется, там последняя модель. Да, вот эти роскошные платья, я, кстати говоря, не поняла сначала, у нас на средней фотографии, что это платье. Не платье, а это как раз юбка. То есть это юбка и это платье. И здесь они по-разному интерпретированы. Мы видим с джерси, мы видим их с блейзером. Но я очень часто вижу в Москве склонность к тому, чтобы выглядеть секси, быть секси. Это классно. Но это классно только в светской среде. Только в светской и вечерней среде. Давайте листать дальше и попробуем как-то договориться насчет этой модели. Потому что, да, с весны по осень ее можно носить, особенно сочетаясь с той или иной... Ну, теплый период ее можно носить, комбинируя с джерси или с блейзером. Это город. Это креативная ситуация. Только потому, что все-таки есть вот этот флирт. Открытые ключицы, открытые локти, плечи. Это все-таки креативная среда. Хотя мы можем видеть и декольте, и открытые декольтированные платья в black tie формате. Но что здесь самый главный критерий? Это похоже на белье. То есть ни одно самое сексуальное, откровенное платье консервативного типа не будет похоже на белье. Оно не будет похоже на исходнее. То есть здесь вот именно за счет того, что мы интерпретируем бельевой стиль, трибют Джану Полю Гатье и коррекции Марка Джейкобсовом 2008 года, мы говорим о том, что мы занимаемся креативом. Хотя и декольте, и кливидж, и плечи, и спина, это да, эротический подтекст, и они могут фигурировать и в black tie, и в white tie. За исключением, пожалуй, спины. Открытые спины не может быть в white tie, но она всеместна у нас в black tie на Оскаре. Но бельевой стиль это строго неформальный стиль. Хотя мы можем видеть подобные комбинации, опять же, на премию Оскар повсеместно. Но вот как-то, в общем, эти вещи вот так вот существуют бок-боком друг с другом. И где-то допущение приемлемое, а где-то нет. Поэтому, то есть даже если бы у него пол и там закрытые перчатки высокие, то есть даже это... Белье. Да, оно очень напоминает белье, понимаете? То есть если оно немного по-другому сделано, то есть оно вообще не вызывает ни на секунду у вас ассоциации с бельем, то оно выглядит как консервативное. А покуда оно у нас вызывает... Ну, согласитесь, что мы, не задумываясь, назовем его комбинацией. Да, и есть платье, которое мы не назовем комбинацией. То есть вот за счет того, что оно ассоциируется с бельем, мы его не можем вписать в консервативный контекст. Я вот просто буквально на днях, где там, прочитала пост, не важно, как раз девушка рекомендовала такую платье-комбинацию и сделала комментарий, что, ой, это такая классная модель, я бы не сплю и хожу в театр. Ну здорово, правда? Замечательная, хоть замечательная подача, мне очень нравится. Да, театр сейчас тоже изменился, в общем-то, требования в театре чрезвычайно изменились. Но, в общем, да, то есть вот приблизительно такая схема. Скажите, это было структурно? Это немного раскидало какие-то понятия или запутало? Ну нет, я почувствую, я тоже не знаю. Да? Было более-менее понятно, потому что я пыталась вывести вот в эту интуитивную как бы концепцию, которая вроде бы как вот можно было бы насчетать. А давайте лучше сделать? Давайте так. Теперь у нас будет маленький такой челлендж. Как вы думаете, а вот это куда можно? Это, просто скажите, куда? Country сайт. Country сайт, совершенно верно. Но за счет того, что это все-таки хлопок, это нет вид, это можно встроить в город. Но где-то, знаете, какой город? Все-таки я бы предпочла, там, не знаю, может быть, отужинать в гольф-клубе, понимаете? Вот где-то так, в городском гольф-клубе можно отужинать. Мне очень нравится, как, опять же, англичане это интерпретируют. Ты часто можешь встретить в центре Лондона человека в твидовом пиджаке, в то время как все одеты в темно-синие или серые костюмы. И ты понимаешь, кто перед тобой сидит. Ты понимаешь, что этот человек приехал из своего поместья и все, что он хочет сказать своим твидовым пиджаком и коричневыми ботинками, что он приехал сюда, не работать, понимаете? И вот это престижно для людей этого класса. То есть они показывают таким образом, что они не клетки, они не одеваются в... Сегодня они не работают, может быть, вообще не работают. Вот, поэтому можно бросать такие вызовы, можно заигрывать, то есть как бы проявлять амбицию в сверхконвенции, но главное знать эти правила для того, чтобы понимать, что что-то... Главное понимать, что вы говорите этим. Есть за этим какой-то вопрос, осечка? Давайте прогресснем на следующую страницу. Господа, я вас благодарю за внимание. Это, так сказать, хрестоматийная часть нашей лекции, и она подошла к концу. Вы можете найти меня в социальных сетях, если можно, следующую страницу скопировать вот этот QR-код, и я делюсь там колоссальным количеством разной, совершенно разной информации относительно кросс-культурных коммуникаций, дресс-кодов, манеры поведения, светской, деловой и так далее. Поэтому остаемся на связи, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы или заинтересованность в чем-то, мои программы всегда для вас, на степени наоборот. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Да-да, безусловно, давайте пообщаемся. Сейчас любые вопросы вне, собственно, заявленной темы. Вот просто интересно, сейчас же все равно есть модный тренд рисовать совершенно некомбинируемые луки, я не знаю, куди с какой-то там классической юбкой. Ну, я по примеру. Да, это правда. То есть это тогда что, вообще не, ну, то есть это даже не назовешь casual, это... Это креативный casual. То есть это можно все-таки одевать? Можно вообще все. Можно вообще все в этом мире. Главное понимать, что мы этим говорим, никого ли мы этим не оскорбляем, и, собственно, все, что за этим стоить. Понимаете, ведь есть люди, которые носят совершенно особенный органичный имидж. Вот, например, Михаил Боярский. Человек, который, друзья, он не снимает в помещении шляпу, он не снимал ее тогда, когда это, в общем-то, было еще некое льфо. Но это его имидж, простите, это то же самое, что если бы он родился в этой шляпе. То есть это его органический имидж. Но это могут себе позволить представители креативных профессий, сценический образ, да, когда он неотделим от персонального имиджа. То есть вот в таких случаях да, в таких, то есть это должно быть чем-то оправданно. А если, скажем, вы представитель консервативной профессии, в нем вы, ну и вы просто вот начинаете как-то себя неконвенционально вести, да, то вы, в общем, как сказать, придаёте ожидания публике. И это может плохо кончиться, потому что это трудно встраивается в систему, с вами начинает быть трудно договориться, вам перестают доверять, возникает много вопросов и так далее. То есть лучше идти через конвенцию и как-то вот на свой акцию, проявлять авторскую амбицию. Я предлагаю такой путь. Среди земли, спасибо. Надо бы не показать, как вы знаете, как вы понимаете, хотя бы какой-то подближе к фэшному. Да, согласна. Нет, а вы понимаете, нет, я согласна, что можно массу привести примеров, это ведь не единичный случай, таких примеров тысяча. Но вот этот пример, почему я его привожу, потому что он жил еще в то время, когда это было, в общем-то, запрещено. То есть в те годы, в 60-е, это было немыслимо, идти на прием и не снять шляпу. Сегодня уже никто не задает вам вопрос, почему вы в шляпе. Поэтому вот как бы ломают люди, вот они раздвигают эти лимиты и да. Но вот понимаете, для этого надо обладать каким-то непререкаемым авторитетом. Но когда, кстати, я тоже в какой-то статье уже написала, что вот если вот, а вот если все начинают нарушать правила, все нарушают, когда все начинают нарушать правила, это значит только одно, правила перестают существовать. Потому что сегодня мы все-таки живем в демократическом обществе. Все-таки демос диктует, что будет правилом, а что не проживет дольше. Поэтому если вы идете против конвенции, то вы либо начинаете бунт, то есть делаете революцию и вам надо достаточной силы, либо вы просто занимаетесь маргинальным позиционированием и потом тоже надо отдавать себе отчет. Мы не все будем держать экзамен перед королевой, правда? Мы имеем право на стрит-стайл, во многих, большинство людей имеют полное право на стрит-стайл в большинстве случаях в своей жизни и, в общем-то, к чему им знать консервативные расходы. А Трамп? Да? А Трамп? А Трамп очень плохо носит фрак. Я хотела сегодня скакмить, и, в общем-то, у меня было настроение вот вместо Билли Майкейт показать где-то Трампа, где-то Читу Гэхэм, но я воздержалась, но там была фотография, где вот он стоит вот в этом фраке, и он своим видом компрометирует этот дресс-код Пэра, да? То есть у него вот этот жилет торчит где-то на 15 сантиметров из-под фрака, выглядит, это называется, артериальная безграмотность, то есть когда мы сочетаем вещи так, что они, что все теряет пропорцию, все начинает расцепаться, все выглядит так, как будто бы этого вообще не должно было случиться, все выглядит как ошибка. Это то же самое, что, например, рукава пиджака у мужчин, покрывающие манжет целиком, да? Манжет должен выглядывать на полтора сантиметра, на сантиметр, да? То есть там должна быть эта полосочка, или, не знаю, или, например, пиджак, который топочится от того, что здесь надет ремень с тяжелой пряжей. Это сортериальная ошибка. Сортериальный этикет диктует очень твердый регламент, чтобы выглядеть адекватно, нижняя бугрица расстегиваем, на жилете всегда расстегиваем, двубордный пиджак всегда застегиваем и так далее, да? То есть тут набор таких мелочей, которые на самом деле делают фигуру. Они существуют не напрасно, поэтому Трамп, понимаете, нет, я проникаю с большим уважением и в Трамп, и в Шмелании Трампа, потому что и к Иван Петрам, потому что они стильные люди, они все равно демонстрируют Голливуд, но посмотрите на эти фотографии до того, как они заняли государственный пост. Это небо и земля, да? То есть как она стала первой леди, из чего она превратилась в первую леди, и как она стала нести этот образ письма достойно, особенно с такими данными. Это дорогого стоит, я считаю, что это... Вот эту трансформацию всегда очень интересно наблюдать. Потому что родиться герцогиней, ну, как бы прекрасно, да? Там леса ближе, и положение обязывает, и обязывает всю жизнь. А вот пройти эту трансформацию и превратиться из гадкового утенка в лебедя, в лебедя общества, такое даже понятие есть, да? Это интересный опыт. Спасибо. Нет, за что. Спасибо вам за внимание. Господа, если вы готовы к дискуссии, у вас есть какие-то вопросы, может быть, нам как-то... Да, и, может быть, даже не сидя, не из зала, а за бокалом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.